Ну, давайте начнем. Я представлюсь, меня зовут Елена Гречко, я преподаватель центра специалист, преподаю пользовательские курсы 1С. Ну, у нас тут, в общем-то, вариантов курса есть, курсов есть по любому программному продукту, но сегодня речь пойдет непосредственно о работе в программе зарплаты и управления персоналом и обсуждать мы будем достаточно любопытный вопрос. Я имею в виду отпуск по уходу за ребенком и досрочный возврат из этого отпуска. Ну, и в частности, в частности, у меня есть некая тестовая база, на которой я, собственно, все это и буду показывать, поскольку у нас, в общем-то, семинар такой практический. Итак, начнем с отпуска по уходу за ребенком. В первую очередь, хочу напомнить, что в программе есть группа документов, с которыми работают и представители отдела кадров, и представители бухгалтерии. Именно по этой причине документ отпуска по уходу за ребенком может быть создан и в разделе кадры, и в разделе зарплата. Можно так, можно так. Ну, здесь в нашем конкретном случае это не принципиально, поэтому я создаю отпуск по уходу за ребенком. Что касается самого документа, на что здесь стоит обращать внимание, мы с вами сейчас поступим таким образом. Я сделаю два документа, чтобы показать работу программы, смотреть, у меня начисленная зарплата по июнь, соответственно, я буду делать документы июлем месяцем, июлем месяцем. И одного человека я просто верну окончательно бесповоротно, а второго на условиях сокращенного рабочего времени, чтобы мы могли обсудить абсолютно все нюансы. Ну, первый вопрос, который касается именно отпуска по уходу за ребенком как такового. Что здесь есть важно? Вот когда мы создаем документ, с одной стороны, в шапке никаких изысков, то есть мы с вами, в частности, выбираем сотрудника и указываем дату документа. Дату документа, к примеру, она у меня будет, так, июль месяц, ну, пускай человек с 4-го числа идет, дата начала 4-е июля. Итак, как правило, бывает вопрос какого рода, что ставим в качестве даты окончания. В общем-то, сейчас не секрет, во многих организациях принимают заявления на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Это нарушение абсолютно верно. У нас с вами законодательно есть понятие отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Поэтому мы его с вами заполняем до трех, а вот если сотрудник возвращается раньше, мы делаем документ возврата за отпуск по уходу за ребенком. Ну, давайте прикинем. Так, для удобства чисто гипотетически. К примеру, ребенок родился 1 февраля. Ну, вот будет там сидеть бабушка. Благо, может сидеть с ребенком у нас с вами сейчас и родители, и бабушки, и дедушки. Что есть, то есть. То есть, если ребенок родился 1 февраля 2018 года, то дата окончания – это дата достижения ребенком трех лет. То есть, это 1 февраля какого года? 19, 20, 21 года. Метод загибания пальцев – это самое надежное в нашей жизни. Все-таки вот что бы мне ни говорили. Если мы не хотим раздувать штатное расписание, а на время отсутствия сотрудника взять кого-то на его место по срочному договору, то мы ставим вот этот влажочек – освободить ставку на период отпуска. Дальше мы методично, методично заполняем с вами закладочку пособия. Здесь я уточню. У меня в тестовой базе полные права, поэтому, поэтому я вижу в том числе и вот части с суммами. Если кто-то будет иметь только права сотрудника отдела кадров, то у вас не будут отражаться суммы, то есть будет дивный серый фончин. Пособие до полутора лет. Ставится флажок «выплачивать по». И мы указываем дату достижения ребенка – полутора лет. Значит, если ребенок родился 1 февраля 2018 года, значит, это у нас март, апрель, май, июнь, июль, август. Это будет 1 августа 2019 года. 1 августа 2019 года. Следующим этапом, что мы с вами еще сделаем? Мы должны обратить внимание на количество детей. Ну, я думаю, одного более чем достаточно. Один. И если мы регистрируем отпуск по уходу за ребенком, там немножечко отличаются суммы на первенца и на всех последующих детей. Соответственно, если это первенец, ставится флажочек. Ну, в моем случае я сказала, что бабушка будет сидеть, значит, явно это уже не первый ребенок. Ну, вот именно в понятии первенца. Пособие до трех лет. Вот она, вторая часть. Здесь ставим галочку «выплачивать по» и указываем дату достижения ребенка в трех лет. То есть 1 февраля 2021 года. Программа, программа учитывает сама автоматом рассчитывает средний заработок. Если возникнет необходимость, можно прямо тут же, прямо тут же вот нажать на кнопочку с карандашиком, посмотреть средний заработок сотрудника. Если сотрудник работает в нашей организации меньше двух лет, то здесь, как видите, сразу можно добавить справку с предыдущего места работы. При этом подчеркиваю, что справка с предыдущего места работы по логике разработчика добавляется в «Галтеру». Поскольку вот отдельно, если я загляну в раздел «Зарплата», вот она, смотрите, есть справки для расчета пособий. Вот они. Вот они. У меня тут просто по снижению уже введена справка. Вот. Если заранее нам введена не была, то можно прямо вот в формочке документа нажать на кнопку с карандашом, нажать кнопку «Справку для расчета с предыдущего места работы» и указать всю информацию. Так, что еще для нас с вами актуально? На закладке «Начисления» здесь все происходит. Это будет автоматом. Но, опять же, подчеркиваю, у меня, у пользователя полные права, поэтому я здесь вижу все. Если у вас права кадровика, то вы будете вот видеть только вот эти периоды и никаких расчетов, естественно. Они начисляют зарплату, не выплачивать аванс во время аванса. Да-да-да, вот я как раз к этому и веду, почему у меня полные права. Чтобы вот пояснить все, что происходит с механизмом программы. В частности, смотрите, на закладке «Начисления» автоматом появляется флажок «Не начислять зарплату и не выплачивать аванс». Программа великолепным образом понимает, что если сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком, то ему положено исключительно пособие до полутора и до трех лет, правильно? И больше ничего. Именно по этой причине флажочек вот этот появляется автоматом. Ну и, собственно, что я здесь еще могу сделать, это нажать кнопку «Печать», сформировать Т6. Да-да-да, вот она, стандартная формочка Т6. Приказ о предоставлении отпуска. Вот он, ради меня. Ну и для бухгалтеров еще расчет среднего заработка. Вот он, опять же, имеет место. Можно еще добавить, когда мы делаем приказ, вот в бухгалтере сейчас это не знает, может, бухгалтер там тоже себя. Вот в этот приказ, стандартный, нужно вниз обязательно отпечатать фразу, о том, что мы плачем посуду. Нет, ну у нас сейчас с вами речь идет о работе в 1С. Поэтому здесь, здесь, вот используется типовая форма, а все остальное это уже добавляется на уровне организации. То есть здесь вот это вот все великолепным образом можно впечатать. Не-не-не-не, здесь я уточню, хорошо? Здесь у нас с вами унифицированная форма Т6. Унифицированная. Соответственно, дайте я договорю. Ладно? Не-не-не, я просто уточню. Здесь немножко другая постановка вопроса. Это не совсем имеет отношение к обсуждаемой теме, как таковой. Но мы вот когда, собственно, рассматриваем работу в программе, мы обязательно показываем, что предусмотрена возможность редактирования. То есть вот через кнопку «Еще», когда у вас открыта печатная форма, есть команда «Изменить макет». И, соответственно, здесь, ну, вот посмотрите, это же чисто Excel. То есть вы вставляете там, где требуются строки, и впечатываете, что вам требуется, если такая необходимость возникнет. Ну и плюс еще любая печатная форма просто вот может редактироваться, без никаких изысков. То есть она по умолчанию уже открывается в режиме «Редактировать». Так много дней, 244 из-за того, чтобы было по-другому. Почему до трех? До трех. А ну, больше тысячи лет. Конечно. Я же взяла условно и сказала, что бабушка. Просто чтобы мне было удобнее привязаться к какой-то дате и пояснить. А если у вас уходит сразу после декрета сотрудник, то там будет тысяча с пластиком. То есть здесь, собственно, оно так и есть. Ну, 365 дней в году, 3 года, сами понимаете. Вот эти вот типочки бывают, когда есть дополнительные подпись и длинные, все это будет. А будет 28 тысяча. А так будет 26 тысяча. Так. Значит, провожу документ. Посмотреть результат. Как мы можем? С точки зрения введения кадрового учета, это должно отражаться в отчете табель. То есть в программе есть отчет табель. По умолчанию это отчет зарплатный. То есть в зарплате, отчеты по зарплате. Если я сейчас вот сформирую, вот видите, табель учета рабочего времени. За июль месяц. Вот сформируем. Даже могу уточнить, что меня интересует именно сотрудник Снежина. Сейчас, секундочку, чтобы она мне как-то побыстрее показала. Ну, так будет просто комфортнее. Только по Снежине сделаю. Пилючек. Вот у меня, смотрите, реакция программы. Соответственно, да, ОЖ. Вот он. То есть вот у меня отпуск по уходу за ребенком. Да-да-да. Ну, и я сказала просто для того, чтобы все нюансы обговорить. Все-таки мне нужно два. Я, с вашего позволения, второй просто добавлю копированием. Чтобы мы могли обговорить и то, и другое, и третье. Но отправлю какого-нибудь другого сотрудника. Ну, не знаю. Вот пускай Анастасия Петровна тоже посидит с внуками. Потому что мне лень перебивать даты. Реакция программы в любом случае будет та же самая. Сейчас я ее отправлю все-таки в отпуск по уходу за ребенком. Ну, у меня программа среагировала на то, что я ей оформляла отпуск за свой счет. Развлекалась тут. Так. Значит, что мы с вами получили? Что мы с вами получили? Вот в данном конкретном случае. Первое, на что стоит обратить внимание. Вот я добавляла документ копирования, мы сразу видна. Дата. С точки зрения введения кадрового учета, обратите внимание, совсем не есть хорошо. Но программа великолепным образом провела. То есть всегда обращаем внимание на даты. Это принципиально. Не могу я приказ по уходу за ребенком с 4 июля издать 31 числа. Но это нонсенс. Это нонсенс. Так. Значит, что у меня получается далее? Далее у меня получается постановка вопроса весьма любопытная. Так, я сейчас все-таки покажу еще разочек вам отчет табель. Почему нельзя? Мы вот на протоколе, когда она отсутствовала, принесла в больничный вот там через две недели. Мы делаем приказы в неделю. Не-не-не-не, речь идет не о больничном, речь идет о чистом приказе по уходу за ребенком. Ну, допустим, по уходу за ребенком. Вот она отсутствовала. Она отсутствовала, ее не было. Мы с нами ей ставили отсутствие, а потом она позвонила, говорит, я вот там прибыл. Ну, я не знаю, возьму, вот у нас определяется, или не возьму. Вот у меня лучше. Нет, смотрите, тогда вы должны поступить правильно. Вы ей должны поставить что? Не явки, не явки, ннки. А я говорю о том, что категорически нельзя. Вот какие-то вещи, программа, на них она просто не реагирует по умолчанию. А это вот некорректность сформирования приказа. Речь идет сейчас о какой ситуации? О том, что вот у меня все идеально. Вот она пришла, я этот приказ зарегистрировала, все как сделано, как положено. За одним исключением, что я якобы не обратила внимания на дату. Да, якобы. Нет, здесь вот просто чтобы вы имели в виду. Потому что если бы мы обговаривали постановку вопроса, что человек действительно пришел позже, правильно сделать, как оформить не явки, а потом, когда она придет, уже сказать, что я ей оформляю отпуск по ходу за ребенком. И тогда у нас для нас с вами принципиальный момент какого рода. Вот то, что вот я сейчас имею в виду, что когда мы регистрируем документы, они регистрируются с реальной датой. То есть все должно быть корректно. И вот если я буду себя вести не совсем хорошо, к сожалению, программа ни полуслова не скажет. А вот это очень неудачно, честно говоря, но иметь в виду надо. То есть сейчас вот у меня два человека находятся в отпуске по ходу за ребенком. Это с точки зрения кадрового учета. С точки зрения бухгалтерии, как это будет выглядеть? Это очень хорошо будет видно, если я начислю зарплату за июль. Соответственно, давайте я ее начислю для того, чтобы показать, что у меня имеет место быть в этой жизни. Вот смотрите, два мои персонажа. Коробочка и Снежина. Программа «Сделаем начисление». Обратите внимание, за период с первое по третье число включитель. Но. Видите, вот они обе. Кроме того, на закладке «Пособия» я могу увидеть, что она начислила пособие. Отдельной строкой идет до полутора лет, отдельной до трех. Ну, те самые незабвенные 50 рублей, с которыми вообще непонятно, что будет в этой жизни. И кто собираются отменить, кто не собираются отменить. И опять же, вот смотрите, что происходит. Период стоит с 4 по 31 июля. Я четко вижу количество детей. Увидели оплаченных дней? То здесь все четко красиво. У расчетчика это тоже видно великолепнейшим образом. Видно как? Это вот то, что программа нам с вами показывает. Вот она обрезала. Помните, вот эту галочку «Не начислять зарплату и не выплачивать аванс»? То есть она обрезала им начисление и плюс начислила пособие. Да, 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 да. То есть дальше, ну вот если я, допустим, интересу ради еще за август начислю зарплату, то мы уже увидим абсолютно стандартную картиночку. Стандартную картинку какого рода? Вот, смотрите. В августе уже ни о какой зарплате ни для снежной, ни для коробочки речи нет. Это, как видите, просто нет в списке даже. Но при этом на закладке пособия программа продолжает делать начисление. То есть здесь все как положено. Это вот с точки зрения введения бухгалтерского учебника. Ну, стандартно выплата идет с зарплатой, как правило. Так, то есть это у нас с вами отпуск в чистом виде. Теперь, что нам надо еще обговорить. Когда сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком, естественно, человек имеет право выйти раньше. Неважно, по каким причинам, это нам не принципиально. Но варианта может быть два. Вариант первый. Это когда человек выходит у нас окончательно и бесповоротно. И вариант второй, когда выходит, но на работу на условиях сокращенного рабочего времени. Ну, вот и давайте. У нас один человек как раз вернется окончательно и бесповоротно, а второй на условиях сокращенного рабочего времени. Что у нас будет происходить? В зависимости от ситуации, в зависимости от ситуации, мы с вами там же в журнале отпуска по уходу за ребенком будем делать один из двух видов документов. Либо возврат из отпуска по уходу, это если сотрудника выходит окончательно, либо изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком. Ну, начнем с того, что попроще. Вазбрат. Снежина посидела с ребенком и поняла, что все, в общем-то, на работе лучше. Ну, бывает все в этой жизни. Ей достался в ужасе краснокожих. Можно либо просто создать документ и его заполнить, или, что практичнее, использовать систему ввода на основание. То есть, когда открывается приказ и в шапочке, в шапочке нажимается кнопка создать на основание. Чем хороша система ввода на основание? Вот смотрите, если я просто создам документ, ну, я его буду заполнять от и до, то есть говорить, что это у меня там, к примеру, Снежина, выбирать, да-да-да-да. А механизм ввода на основание, он подразумевает связь между документами. И через кнопку создать на основании, смотрите, что получается. Большую часть данных программа подхватывает автоматически из оригинала приказа, в моем случае. Дата, ну, вернется она у меня в сентябре. Да, все скоротечно в этой жизни. Аккурат 13 сентября. Она может любой в ее будете. Абсолютно. Ну, вот, например, то, что мы вначале обсуждали, да, вот то, что как раз сразу был комментарий, что это некорректно, когда вот в организации принимают заявление на отпуск до полутора лет. Это нонсенс. Берем мы отпуск, да, заявление на отпуск до трех лет, а вот если полтора года человек отсидел и возвращается, мы делаем возврат из отпуска по уходу за ребенком. Вообще специфика третьей редакции заключается в том, что мы в обязательном порядке делаем документ возврата из отпуска по уходу за ребенком. Да, обязательно, без вариантов. Это чисто программная специфика. Значит, здесь смотрите. Вот тут я буду делать пошагово, чтобы обсуждать все нюансы. С возвратом здесь никаких особо проблем нет. То есть, в частности, указывается дата возврата, ну, пускай будет все то же самое, 13 сентября. Далее, с учетом того, что сотрудник сидел с ребенком достаточно продолжительное время, за этот период могли измениться оклады, в частности. Ага, значит, тогда что удобно сделать? Вот здесь поставить галочку «Изменить начисление» и нажать кнопочку «Перечитать данные по оплате труда». Программа проверит базу, ежели надо поставить новое значение оклада. Да, 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 да. Но можно ввести, кстати, руками, если что. Ну, зачем? Ну, и закладочка «Авансы». Опять же, если вдруг какие-то изменения, то есть возможность изменить аванс. Что нам этот документ дает? Ну, вот посмотрите, внутренняя форма 1С. Есть приказ о выходе на работу до окончания отпуска по уходу за ребенком. Ну, вот подчеркиваю, это внутренняя форма 1С. Унифицированной нет. Выглядит она вот таким вот образом. Так же выглядит и по беременности рода, когда больничный проводишь, точно так же выглядит? Нет, 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 по беременности рода, там в настройках можно поставить флажок и будете получать форму Т6. Да. Т6 делает, делает. Еще как делает. Сейчас договорю и покажу. Ну, вот внутренняя форма 1С, она тоже великолепным образом, если надо, резакцируется. Да? Либо через кнопочку «Еще» команды «Изменить макет». Да. Так. Ну, вот сначала со «Снежной». Давайте посмотрим, что у меня получается. С точки зрения кадрового учета, опять же, практичнее всего посмотреть что? Посмотреть табель. То бишь, вот у меня есть табель. Я его сейчас сформирую за сентябрь месяц. И давайте посмотрим, что будет у меня именно по «Снежной». видите, она была сначала в отпуске по уходу. По уходу есть такое дело. А дальше она вышла. Вот у нее стоит ябл. То есть человек вышел окончательно и бесповоротно. С точки зрения бухгалтерской. Здесь лучше всего просто, опять же, сделать начисление зарплаты за сентябрь месяц в моем случае. Давайте посмотрим, что у нас будет по «Снежной». А коробочка еще сидит в отпуске. Вот, посмотрите, программа ей сделала начисление зарплаты с 13 сентября по 30, то есть уже до конца месяца. А пособие, пособие, она и, соответственно, обрезала по 12 число включительно. Увидели? Так, и еще просьба, кстати, обратить внимание. Это особенно важно у тех, у кого предыдущая редакция 2.5. Пособие теперь не индексируется в 50 рублей, которые. В предыдущей редакции 2.5 там у методистов Атинес был несколько другой подход. Они считали, что если человек выходит, то надо пособие продексировать пропорционально количеству дней. То есть она в старой редакции 2.5, она бы у меня заплатила «Снежной» не 50 рублей, правильно? А 20 там с хвостиком примерно. Вот, в трешке такого нет. Изменилась позиция разработчика. И в настоящий момент, да, вот она выглядит следующим образом. Там пособие до трех лет, вот те самые 50 рублей за счет работодателя, независимо от обстоятельств, пускай она у меня даже 1 сентября выйдет, программа до полутора рассчитает, как положено, то есть за один день, а 50 рублей заплатят целиком. То есть вот такой вот момент. Ну, правильно же, я понимаю, когда она выходит, уже либо пособие, либо зарплату. Да, абсолютно верно. Просто 50 рублей платят целиком, а не пропорционально времени сидения с ребенком в этом месяце. Вот и все. А старая, извините, а старая редакция, она... Задень, например, вверх. Да, абсолютно верно. Так, теперь вопрос посерьезнее как раз с коробочкой. А коробочка у нас с вами выйдет на условиях сокращенного рабочего времени. Так, а я здесь, пожалуй, сохраню, чтобы у меня потом не переделывать. Значит, что у меня будет здесь? Ну, опять та же логика. Я могу зайти в журнал отпусков по уходу за ребенком и, соответственно, уже буду создавать другой документ, который называется «Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком». Ну, если я его просто буду создавать, мне опять придется все заполнять от и до. Это грустно. Особенно при условии, как мы тут с вами сидели, высчитывали, когда ребенком будет полтора года, а когда будет три. Практичнее воспользоваться опять все той же кнопкой «Создать на основании». То есть открывается приказ и нажимается кнопка «Создать на основании» и делаем изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком. Программа открывает частично заполненный документ. Дата. Ну, пускай она все-таки выйдет в другой день, к примеру, выйдет 19 сентября. Дата приказа. Дата оплаты. Да, изменить оплату тоже с 19 сентября. Что актуально? Поскольку я воспользовалась вводом на основании, как видите, она мне подхватила из приказа на отпуск по уходу и дату достижения полутора лет. Вот это все стоит. Что мне важно сделать? Не потерять. Во-первых, закладка начисления. Здесь я точно так же, как и в предыдущем случае, с учетом того, что сотрудник мог находиться в отпуске достаточно продолжительное время, да, то есть вот может там человек просидел и год, и полтора, там, и два, это не принципиально нам с вами сейчас, но помним, что могли быть изменения по оплате, то есть я могу поставить вот этот флажочек, изменить начисление, сказать, что перечитать данные. Ну вот, у меня ничего не меняло. Так. А дальше я могу допустить ошибку. Вот я сейчас ошибаюсь. Честно. Значит, смотрите, ну я распечатаю приказчик. Опять же, внутренняя форма 1С. Вот приказ о работе на условиях неполного рабочего времени. Если не устраивает, редактируем. Ошибки может быть допущено две. Ошибка первая. Я вот вроде как все сделала, провела, закрыла. Смотрите, что получается. Что получается. Сейчас, секунду, я оригиналку закрою. Сначала я показываю с точки зрения кадрового учета. Табель. На сей раз нас интересует табель по госпоже коробочке. Смотрим. Вроде как и не вышла. Видите? Да ужас. Как была бы уже, так уже. Не, тут дело не в графике. Погодите. Я сказала, а все в кедре. Ага. Поэтому и надо показать, и надо это обязательно обсудить. То есть вот вроде все сделали хорошо, а ничего. Теперь смотрите, как это будет выглядеть с точки зрения бухгалтерского учета. Вот документ по начислению зарплаты за сентябрь. Я просто перезаполню, сейчас покажу. Вот смотрите, как интерпретирует программа. В случае со Снежиной было все просто. Мы сразу видели, вот она и стала считать зарплату. Но здесь коробочки как не было, так и нет. Обратили внимание? А на закладке пособия картина интересная до безумия. Программа ей взяла и поделила пособия до полутора лет. Смотрите. До девятнадцатого и с девятнадцатого. Итак, почему это происходит? И в чем коварство? Не, не, с галочками. Вот я как раз и не доделала. И, к сожалению, это вот очень часто встречается. Когда мы регистрируем документ изменения условий оплаты, вот это флажочек, да, если вдруг там были изменения какие-то в зарплате и так далее. А главное здесь такое. Вот тут внизу, смотрите, обязательно надо поставить два флажка. Во-первых, изменить применение плановых начислений. И, во-вторых, посмотрите, вот оно коварство. Применить плановые начисления только когда ее включаете. Вот тут сколько сразу видно. Ранние начисления не действовали. Вот такой вот сюрприз. Ага. А это что значит? То есть так меняется? Когда мы делали с вами отпуск по ходу, вот она говорила, что не надо начислять зарплату и выплачивать аванс. И если мы с вами вот эти флаги не включим, ни о каком начислении зарплаты вообще речи не будет. То есть она, с одной стороны, понимает, что какие-то изменения, вы же видели, пособие-то она все-таки на две части разбила. Но она не понимает, что человеку надо начинать платить деньги. А все почему? Потому что у нас в отпуске, когда вот мы делали отпуск по уходу за ребенком, мы же с вами видели, что она вот как только оформили, вот сказал, что не начислять зарплату. А коварство заключается в чем? То, что вот как раз я вам показала. Очень часто, очень часто, по аналогии с возвратом, ну вот верхний флажочек-то он у нас тут перед глазами, не забыли, с чувством выполненного долга вроде бы все сделали, но при этом программа не понимает нас с вами. И только когда вот ставим вот этот флаг, видите, вот тут-то появляется комментарий, что ранее начисление не действует. Так, смотрите, что теперь получается. То есть вариант первый мы обсудили. Да, и на всякий случай, да, вот если аванс меняется, тут есть закладка, то все прочее. Вот где пособие, там все галочки. Там все стоит по умолчанию, потому что она у нас с вами будет, если она выходит на условиях сокращенного рабочего времени, ей положены и пособия, и плюс зарплата. А, водка. Конечно. Конечно. То есть у нас с вами, вот почему мы обсуждаем варианты два. Человек может выйти окончательно бесповоротно. Ну, классика жанра, это когда вот заявление берем до трех лет, человек сидит до полутора и выходит. Мы делаем возврат. Если... А ставку где там? То есть на какой она выходит? 0,5, 0,3, 0,7? Погодите, полный возврат. Речь об этом, я напоминаю. Нет. Дайте я так, хорошо? Значит, насчет коробочки сейчас это еще, об этом речи нет. Вариант первый, это когда полный возврат, это вот человек выходит на зарплату, на свой график стандартный и никакого пособия не получит. Вариант второй, это когда выходит раньше из отпуска, но на условиях сокращенного рабочего времени. То есть выходит человек не на целую ставку, а вот как раз 0,3, 0,5, там все что угодно. И за этот период уже положено и зарплату платить, и плюс еще что? Пособие. Вот как раз в случае с коробочкой у нас с вами-то и есть. И тогда пособие вот это все остается, потому что оно ей положено. Но для того, чтобы программа платила еще и зарплату, мы должны с вами вот здесь вот поставить вот эти два флажка. То есть это нюанс первый. Почему тут такая дата пособийский по 19 годам? Это получается полноценный. Это она выходит на работу. А, это вот до полутора, а это до трех. Так, значит, смотрите, это вот пока вот мы только одну ошибку разобрали. То есть что получается теперь с точки зрения кадрового учета? Это, кстати, уже будет все красиво. Смотрите, формирую я табель. Смотрим. Коробочка вышла. Правда, на 8 часов вышла. Ну, хотя бы вышла. Если она будет на 8 часов, то она вышла. Дайте, я-то говорю. Я же говорю об ошибках, пожалуйста. Ну, учтите. Дайте позанудствовать. Так. Теперь смотрите с точки зрения бухгалтерии. То есть, опять же, начисление зарплаты. У нас с вами уже тоже будет постановка вопроса другая. В частности, у меня появилась коробочка. Видите, ей программа сделала начисление за период с 19 сентября по 30. Увидели? И пособие. Вот теперь у нас все правильно. Почему? Потому что она нам разбивает вот это то, что было до ее выхода. Это то, что после выхода. То есть вот мы одну часть с вами подправили. Теперь, то есть первая ошибка, повторяю. Если человек выходит на условия, которые мы обсуждаем, то есть возврат на условиях сокращенного рабочего времени в документе изменения условий оплаты отпуска, на закладке начисления не потерять вот эти галки. Дальше, действительно, мы должны вспомнить о том, что человек выходит на условиях сокращенного рабочего времени. Сокращенного. Неполное, уговорили. Да, некорректно, согласно, согласно, принимается. Выходит на условиях неполного, принимается полностью. На условиях неполного рабочего времени мы должны что с вами сделать? Мы должны указать корректный график. То есть нам бы еще не забыть про документ кадровый перевод, например. В частности... Кадровый чистофарм технический, да? Да, 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 да. Итак, можно сделать, в частности, кадровый перевод. Хотя здесь вот обратите внимание, именно в тройке есть изменение графика работы. Увидели уже? Да, 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 да. Ну, я воспользуюсь стандартным. Кадровый перевод. Может быть приказ на выходе? И там указать сразу, на какое количество часов? Там нет, 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 смотрите. Лучшее, что я могу здесь делать, это когда я делаю вот изменение условий оплаты, я могу здесь вот ей сказать, что у нее теперь будет почасовая оплата. Но не более того. А график я здесь указать не могу. А расчет-то идет по графику? Ну, вы смотрите, а если приказано, откроем коробочки, предоставить работу на 40-й форму на рабочего дня, а именно... Еще раз. Вот вы имеете в виду печатную форму? Да, это печатная форма, я понимаю, что технически вы не понимаете, а печатная форма это будет отражено. Нет, нет, совершенно нет. Нет, здесь вы будете дописывать, как я вам уже сказала, надо подредактировали без проблем. Но нам же важно, чтобы программа правильно посчитала. А вот кадровые переводы уже будут для просчета. Значит, что мы с вами все-таки сделаем? Мы сделаем как раз пресловутый кадровый перевод. Ну, чтобы просто все сразу. Соответственно, сотрудник у меня коробочка. Дата перевода 19 сентября. Дата приказа тоже 19 сентября. Обратите внимание, она вот внизу сразу показывает, что уже есть документ изменения условий. Заметили? То есть она его уже видит. Но раз она выходит на условия неполного рабочего времени, я обязана ей указать соответствующий график. А значит, я ставлю флажок перевести на другой график и указываю график. Ну, я возьму то, что есть. Ну, пускай она у меня будет вот 20 часов работать. Вот, сказала. И обязательно загляну... А? Это график так называется. Я могу взять и поменять его название. Это просто название графика. Я взяла то, что есть. Вот и все. Я могу давать, чтобы вас не смущало, я вот возьму, например, у меня есть 36 часов, она будет работать. То есть это было просто название графика и не более того. Теперь, что еще надо не потерять. Смотрите, вот закладка оплаты труда. Так, у нее фод 55 тысяч. А ведь она должна как-то несколько меньше получать. Да? А значит, что я должна сделать? Я должна вот эту вот часть отменить и сказать, что у нее теперь оплата по окладу по часам. Причем оклад указываю я, естественно, тот же самый. Вот он. 55. Есть же такое дело? Прекрасно. Давайте проверять. Проводим. Закрываем. Ну, программа выдает предупреждение, потому что у меня включен контроль в штатном расписании. И далее, далее, с точки зрения кадрового учета. И так уже было все нормально. То есть в табеле, давайте посмотрим, что теперь получится. Она видит, вот, что у нее 6 часов. Есть же такое дело? 6, 6, 6. Но при этом, смотрите, это очень важный момент на самом деле. Смотрите, сколько она у меня сейчас тут ей будет платить. Но в сентябре, а не очень удачно получится. Но я вам сейчас на октябре еще покажу. Вот сумма не поменялась. Обратили внимание? Сейчас, 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 сейчас. Мы же обсуждаем, на что обращать внимание. Поэтому пока я сохраню, пока я сохраню. И все-таки еще покажу на всякий случай на октябрьском, чтобы вам хорошо была видна сумма. Сейчас покажу, но потерпите ваши секунды. Она ей 55 платит. Видите, должна быть меньше. То бишь, что для нас важно. Вот я сказала, ошибки две. Первая, это вот эти галки в приказе. Вторая, вторая заключается как раз в регистрации правильной графика. Графика. Мне нужно что сделать для того, чтобы программа ей платила отработанную часть? Мне нужно, чтобы для графика, для графика работы была включена соответствующая опция. То есть, вот я открыла график шестидневка. И смотрите, в настройках. Мне надо сказать, что у нее как раз то самое неполное рабочее время. Правильно? И что норма-то у нее будет какая? 40 часов. Она будет работать 36. Вот он, еще один важный момент. В графике. Вот когда у нас с вами сотрудник выходит на условиях неполного рабочего времени. Мы в обязательном порядке делаем график. График. Мы в обязательном порядке с вами указываем норму. Ну вот просто смотрите, из любви к искусству, скажем, она у меня выйдет на 35 часов. То есть, что я должна сделать? Я сделала, должна график. Да, допустим, 35 часов, там, ну, скажем, отпуск, там, по уходу, там, что-нибудь там. Я должна сказать, что у меня у сотрудника неполное рабочее время. Ну, будет на час меньше. Норма-то у нее на целую ставку 40 часов. И дальше я ей укажу, что она-то у меня будет работать по 7 часов. Главное, не потерять норму. Иначе, при условии, что мы сделаем с вами, вот, кадровый приказ, я по этой причине взяла, сказал, классик, уберем прям, все. Вы же видели, она ей все равно 55 платит. А мне-то нужно, чтобы она ей платила пропорционально отработанному времени. А как я это покажу в программе? Если я скажу, что норма у нее 40 часов. Только так, а не как иначе. Ну, в моем случае я же шестидневку исправила как раз вот, чтобы показать, да. Поэтому, давайте-ка я вот верну обратно. И давайте посмотрим, что теперь получится. То есть, в частности, вот в кадровом приказе, да, вот это вот мой самый пресловутый кадровый перевод. Вот у меня стоит шестидневка. Но, обратите внимание, вот он вот. Заметили? Никак не писать 5. А в кадровом периоде, ну, не можно сразу ставку? А это некорректно. Она у меня как занимала целую ставку, так и будет занимать. Вот она вышла на ставку, но на неполное рабочее время. Имеет право. Нет, это все понятно. А чтобы денежки правильно считали. А чтобы денежки правильно считали, надо делать так, как я говорю. Так, а если, допустим, я делаю через ставку. Неправильно. И что, по деньгам получается все? Мало что у вас по деньгам, а с точки зрения корректности введения учета. То есть человек у вас взял и вышел на полставки. А она не вышла на полставки. Она вышла на целую, просто на час меньше работы. Да. Смотрите. Это не целая ставка, в любом случае, а нарушенная неполная рабочая время. Это не целая ставка, что вы не делаете. На ней сохраняется разлучение. А нарушенная неполная рабочая время. Ведь что? Неполная рабочая время. Именно. Не полностью. Так и есть. Так и есть. Нет. Если делаю через ставку, замечательно все считают. Ну, и считает. Она замечательна, но это некорректно с точки зрения введения учета в программе. И в таблиле она ставит количество часов на работе. И у меня тоже сейчас поставят. Вы уже видели. Два момента, и так и так можно. Мы с вами говорим о том, как это сделать корректно. Она как занимала, вы ее приняли на ставку. Правильно? Но она перешла практически на неполную ставку. Мы же делали и так. С точки зрения закона, это все правильно. Она получает за неполный рабочий день закон ставки. Она вышла на полставки работать? Она не вышла. Она у меня вышла работать 7 часов в неделю, 7 часов в день. Вы понимаете, вот на эти полставки мы можем с этим еще другого человека. Нет. Потому что она у меня не на полставки. Она у меня вышла, на час меньше она работает. Вот к примеру. Ну, на час мы тоже... Во-первых, на час это не считается. Нет. Считается. Считается. Когда на 15 минут меньше, 60 минут получается, не считается, не считается, 7 часов можно, то есть нельзя 7-15-7-45, нельзя, а вот 7 часов можно, если у вас есть, не там не точнее, нет, 7 часов нужно нельзя, вот если будет 6 часов 59 минут, то это можно, а 7 часов нужно, не будет. Так, давайте я все-таки продолжу, хорошо, значит, смотрите, что получается с точки зрения расчетов, с точки зрения расчетов. У меня сейчас сентябрьское начисление зарплаты, программа ей, во-первых, платит, вот уже, видите, цифр поменялось, было 22 тысячи, это раз. Во-вторых, она ей платит пособие, она ей платит пособие. У нас с вами варианты в этой жизни существуют абсолютно любые. При этом то, что я имею в виду, я уточню, я не буду, у нас с вами сейчас не теория, я не буду пускаться в дебаты, здесь речь идет о чем? У нас сотрудник, у нас с вами сотрудник, может выйти, работать там, допустим, на час меньше, на два часа меньше в неделю, при этом за ней рабочее место сохраняется. Я ее принимала на ставку. Она вот у меня какой-то период поработает там, потом выйдет окончательно и бесповоротно. Чисто технически, с точки зрения программы, это делается вот таким вот образом, вот таким вот образом. При этом, при этом за ней все великолепнейшим образом сохраняется. В цифре все считаются идеально. И я могу, я вот в качестве примера показала вам кадровый перевод, но я могу сделать, вот с точки зрения, кстати, тройки, немножечко иначе. Вот так кадровый перевод, это действительно документ чисто технический, в данном конкретном случае. Зачем он нужен? Затем, чтобы программа поняла, что она у меня работает по другому графику, и считала она соответственно именно по этому графику. Ну, в тройке я могу поступить иначе. Давайте я его просто удалю. Что я могу сделать? Во-первых, я сразу в документе по изменению условий оплаты отпуска, вот здесь на закладке начисления, я ей могу сразу сказать, что она у меня теперь будет сидеть не на окладе, а по часам работать. Я могу это ей сказать сразу, да, все те же 55 тысяч, 55 тысяч. Но, а это отменить. Для того, чтобы программа поняла, что ей надо платить пропорционально отработанному времени, я могу сделать служебный документ, который к Т-5 уже отношения не имеет. Я имею в виду как раз документ, который так называется изменение графика работы. Пусть вас списком не смущает. То есть я скажу, что у нее теперь будет, ну пусть та же самая шестидневка, чтобы мы могли цифры сравнить. Я скажу, что это будет с 19 сентября. Если вот она у меня до достижения трех лет написала, то я ей там поставлю соответствующую дату. Ну, в моем случае это будет 1 февраля 2021 года, например. И скажу, что это кто? Моя любимая, упс, как ее там, коробочка. Вот она. Видите? Вот он, фото программа посчитала четко совершенно. При этом я получаю документ служебный, внутренняя форма 1С, приказ об изменении графика работы. О, классическая форма. Смотрите, в связи с ценой. Ну, я, естественно, здесь пишу. Тролевали, начислять зарплату по графику до комнаты. Вот, и что у меня получается в этом случае? А, все то же самое. То есть, с точки зрения введения кадрового учета в программе, уточняю. Вот она отрабатывает те 6 часов, которые я ей указала. С точки зрения расчета зарплаты. Вот, видите, та же самая цифер. И все то же самое по пособиям. Почему ваку в пособии делится? Дальше, нет, здесь почему? Потому что событие произошло другое, да? В программе есть понятие вид события. Соответственно, было у нее событие какое? Она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Это вот отдельная часть. И вторая часть пошла как раз это что у нас с вами? Уже она вышла на условиях. Ага. Вот, и соответственно, соответственно, если я теперь вот, ну, для чистоты эксперимента покажу вам. Сумма будет так же, да? Абсолютно. Только здесь гораздо удобнее. Знаете, почему? Сейчас покажу. Договорю только. Ладно. Вот, смотрите, в октябре уже пойдет вот чистенько, красивенько. Вот у нее ее денежка. И плюс уже пособия она не разбивает. То есть здесь уже все как положено. Вот такая ситуация, она чем хороша? Вот второй вариант. Все-таки, если говорить со сравнением, ну, то, что было и то, что стало. Вот в старой программе в редакции 2.5, там на все случаи жизни, то есть я имею в виду любые изменения условий труда сотрудников, делался документ кадровый перевод. И он вот как раз, вот был хороший комментарий, что документ чисто технический. То есть у человека меняется график или меняется оклад. Извините, это никак не Т5 в классике, перевод на другую работу. А просто происходят какие-то изменения, которые нужно, чтобы программа в расчетах учитывала сама автомата. И возникала каждый раз одна и та же головная боль. И я вот как раз вам показала все это ради этого. Ведь она же, нумерацию ведет автоматом. А это не есть хорошо. Ну, то есть вот у меня, видите, четвертый. Соответственно, будет перевод следующий, это будет пятый. А это уже не есть правильно. Правильно. Вот. А если мы используем именно функционал трешки, документик великолепнейший, вот этот вот служебный документ изменения графика, он нумеруется отдельнейшим образом. У нас не будет нарушения в нумерации, вот именно когда речь идет о классическом кадровом переводе. У нас все будет как положено, прекраснейшим образом. Тоже можно регактировать, делая станция. Совершенно спокойно. То есть здесь, с точки зрения введения, вот учета в программе. Вот последний вариант, который я вам показала, он предпочтительный. Изменник, да? Да. Да, и еще раз так. Привод попроще. Привод попроще. Ну, может быть, вам привычнее, можно делать и так, и так. С точки зрения вот механизма, вы видели, эффект один и тот же. Учтено и там, и там. Суммы абсолютно идентичны. Но при этом, при этом, здесь мы должны с вами учитывать вот этот момент. Изменился оклад. Как эта программа поймет? Варианта два. Либо делать документ кадровый перевод, а тогда получается как? Кадровый перевод, вот классическая ситуация, то он мне что дает? Он мне дает форму Т5, приказ о переводе. Упс, простите, он же у меня помечен на удалении. Он мне дает приказ о переводе на другую работу. Был в столовой, встал в гараже. Но если у меня, у сотрудника меняется оклад. Это же не Т5 в чистом виде. Это не Т5. Но документ чистый, вот почему он в программе считается, документ кадровый перевод универсальным. Потому что им же можно регистрировать любые изменения в условии труда сотрудника. То ли меняется количество дней отпуска, то ли меняется график работы, то ли у нас с вами меняется оклад, там надбавка какая-то появилась. Но это ведь не Т5 в чистом виде. А если я буду делать кадровым переводом, нюанс есть какой? Нумерацию. Нумерация же программ ведет автоматом. Значит, мне тогда, получается, вот при такой постановке вопроса, если бы я сделала в коробочке все-таки кадровый перевод, мне еще придется что делать? Номер как-то там руками исправлять на особицу, чтобы, да, программа учитывала, что это у меня какой-то там служебный там и прочее, прочее. Если у меня есть такое право. А зачем мне лишняя головная боль? Все предусмотрено. Именно по этой причине у нас с вами в тройке есть целая группа документов, которые относятся к журналу изменения оплаты сотрудников. И здесь они предусмотрели, видите, и изменение графика, и изменение оплаты труда. Заметили? Вот оно же. Да, 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 да. Или вот эти же документы, кстати, можно открыть через кадровый раздел приема перевода увольнения. Здесь они тоже у нас с вами присутствуют. Вот они, изменение графика. Здесь же, кстати, посмотрите, перемещение в другое подразделение. Ну так, на минутку. А можно его открыть? Конечно. Из одного в другое. Знаете, например, когда у нас какая-то там реструктуризация, вот-вот-вот. Ну, это не меняется аквам, да, меняется только подразделение. Ну, это же перевод. Ну, она делает и пятую. Ну, просто теперь у нас с вами получается у каждого, да, вида документов, есть еще иное количество подвидов, как раз градации, для того, чтобы у нас в программе это все отражалось абсолютно комфортно. Очень удобно сделано. Гораздо удобнее, чем было вот старая редакция 2.5. Это здесь спору нет. Однозначно совершенно. Ну, как оно? Да ладно. Нет, давайте мы с вами все-таки, у нас есть вполне определенная тема. Нет, это первый. Человек наслышал в неполное рабочее время. Вышел. Какой отпуск вы ей хотите сделать? В неполное рабочее время. Она работает, ей получится 8-2, 8-2, допустим. Нет, вот когда она должна приливать, я про это и говорю, но там на какой-то программе. Просьба. Значит, у нас с вами тема семинара возврат из отпуска по уходу за ребенком. Поэтому давайте как-то вот у нас время истекло, нас просто сейчас отключат, а это тогда я возьму на заметку и будет следующая тема. Почему нет? Как это есть уже ухода за ребенком. Программе. Как оформить ее кучу, что-то будет. Так, вот сразу на отпуск. Вот смотрите. Отпуск по уходу за ребенком. Продолжение следует... Продолжение следует...